Мы начнем с того, что мы пошли или изобразили этот бросок. Подхват под две ноги. Вторая гостья. Сам бросок, конечно, предполагает, что вы хорошо вывели из равновесия человека. А мы этого не делаем. Мы изображаем этот бросок. Видите, у меня рука. Плазываю захват на спине. За пояс не надо. Просто собрали на спине. Вторая рука. Захват на руках. Подхожу сюда. Человек что-то поренился. Он себе не дал бросить. Дальше что я делаю? Левой рукой под ногу. Правой рукой левого прокидываю через себя. Варианты для белых, синих, фиолетовых. Вышел. Дальше. Сюда свои два балла схавали. Варианты для черных. Уже ломать расшагом колен много. Итак. Мы делаем это для общего развития. Для ознакомления, вероятно, пригодится. То есть захват мы берем не на шкермане. Захват берем на спине. Второй захват здесь. Нам нужно, чтобы человек укоренился. В конце концов. Бум. Бум. И сделали. То есть тебе нужен его убор, да? Конечно. Он должен опереться. Реакция оппонента должна быть такой, что он укореняется. Он не хочет падать вперед. Подхватом подвинуем. Кто-то скажет, да? Все надо. Итак. Хватили спину. Хватили руку. Сделали небольшой рывок. И подошли вот сюда. Нога, по сути, лежит у человека на стене. После этого мы тянем к этой ноге. И выполняем кувырок. В процессе кувырка я должен просто лечь на загривок и увидеть его физиономию и грудную клетку. Это значит, что-то. То есть, когда я кувыркаю, смотрю на него. И оказываюсь здесь. Ну, мне, конечно, дальше очень удобно. Но, с другой стороны, кто-то там может еще что-нибудь придумать отсюда. Я не ограничиваю фантазию. Ну, вот такой перевод спата упирающегося нервного оппонента, который, за чем с вами говорится, стойкий. Сам в гард не лезет. Да вам не хочется с ним в гард лезть. Например, по причине того, что он грузноват или еще что-нибудь. Вам хотелось бы, чтобы он был в гнезду. Это, возможно, и выгодно.